Что это все такое? Придется рассказать немножко предыстории. Я вам позже буду рассказывать, что Каменец принадлежал нескольким государствам. Литве, Польше, Российской империи, Турции. Когда-то УНР, про все это я вам расскажу. Но прежде мне придется начать с точностью наоборот, с нового времени. Вы позже, думаю, поймете, почему это о Беларии. Итак, Российская империя, 1859 год. Давай сам, сам, везде сам. Это период, когда очень медленно стоили, только возводили стены. Второй период – переход к власти небезызвестного Владимира Владимировича. Ну так вот, его супруга и его советник приезжали сюда. После проведения негласных переговоров приобретает новое обитание. С 1999 года ведется активные работы. В сентябре 2011 года, если быть точным, 16 сентября, при скоплении 12 тысяч... Оля, да ничего, хотела тебя снять, лучше не снимать, это точно. Так, ты под ноги смотри. Иди, 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 не задерживай всех, аккуратненько тупай. 1996 год. Разбивается парк, и центральная часть превращается вот в это. Дренажи, которые сводят, и входят в одну единственную точку, там, где как раз мужчина фотографирует, видите, в Черной Курске. Вот, вода заполняет верхний водоем, позже попадает, видите, еще нижний водоем. Позже уходит водопад. И здесь тогда, в 19-м году, решили поселить, мы сами видите, кого. Вот они перед вами. А как я вам говорю, в советское время так нельзя было переместить пять контрактов туда. В прошлом году городские власти решили провести небольшой эксперимент. В городе очень много глухих стен. Попросили граффитчиков, есть такие люди, оставить вот такие вот вещи. Но это не граффити, это каранкейка. Если это понравится каменчанам, если никто не будет против, тогда все это превратится в полноценные цветные рисунки, которые будут спонсировать, конечно. Ну, пока что ждем 16 сентября следующего года, когда опять обещают приехать художник. Ну, давай, нырни, да, все же надо будет. Ну, а как я нырну? И как-то сны. Итак, теперь история. Для начала, где мы с вами находимся? Мы уже смотрели в интернете. Конечно, я это вспомнил. Угу. Почему в нашем с вами будет спрашиваться больше? Нет. А нам есть только в городе Толедо, Испании. И город Дальцбольд. Может быть, что-то бывало с вами. Бывали? Да. Если вон, то он тоже находится окруженный рекой. Как это не? Быть на меня с подочкой. Тракция о том, как это все появилось. В период образования этой земли около 20 миллионов лет тому назад, когда с этой территории отступало море. Здесь находилось теплое, так называемое Стармакское, или иногда в литературе называют Силурийское море. Здесь в то время были тропики. То, что вы видите, древние магматические породы в основе скалы, где мы находимся. Более поздние – это осадочные породы моря. Еще более поздние – здесь даже были коралловые лифы в этой местности. Когда море отступило, вода и размыла более легкие породы, не размыла война. Точка 14. На самом деле, этот остров не такой же и большой. Сейчас здесь проживает всего лишь 4000 населения. Всего лишь. 1200 метров сюда, 980 метров сюда. Но если гулять по всем объектам – 6 часов. Со мной – 2 часа прогуляете здесь. То есть, я вам покажу только самые главные, основные объекты, ну, сколько хватит вашего внимания и самое главное внимания их. Поэтому нам через мост расскажу дальше. Мама, беги, догоняй экскурсовода. А ты что? Не успею. Это что у нас черепашка? Мама, дай мне кое-что сфотографировать. Да. Пожалуйста. Мама, дай мне кое-что сфотографировано. Девочка-это. Камень из Подольска князи Кариатовичи решили разделить так. Чтобы, не дай Бог, не допустить конфликтов в этом городе, сделали вот таким образом. Украинцы имели право судиться за своим украинским правом. Разрешили. Евреи за своим, армяне за своим. Каждая община делала так. Выбирала 12 присяжных. 12 присяжных убирались на всю жизнь. Эти люди выбирали Войта. Войт, он возглавил. Сейчас, кстати, греко-католисты исповедуют 7% населения города. Отец Венедир при поддержке одного из очень богатых людей города, нам запрещено рассказывать, кого конкретно, установили вот эту мозаику. Она называется Аранта. Это оберег. Старый славянский оберег. От всего плохого, что может случиться с путником в пути. Мы с вами тоже своеобразные путники, правда, на экскурсии. Мы же вошли, видите, только входим в город, перед нами оберег. Ныне мы с вами направляемся на реконструкцию одной из самых уникальных и самых старых цитквей этого города. Идемте, расскажу, покажу. Это актуально, потому что максимум, что вы видели с окна своего дома, раньше соседнего дома, потому что так были тесно расположены. Далее. С этой стороны бывшее почтовое вероятство Российской империи с 1856 года. Здесь, кстати, находился просто небедный дом этого города. Вот он. Видите, в каком стиле он еще и построен? Если вы бывали в Одессе, Моргун, Викмесе, видели когда-то масло, то есть вот такие. Марсель. Сюда приехали граффитчики. Это первое, что они оставили на территории этого города. С разрешения жителей этого дома, при поддержке городских хвостей. И они оставили здесь вот такой вот рисунок. Кстати, сами местные жители даже лестницы здесь предложили. Вы помните, перед Троицкой сайфчиком про это говорил? Поляки всерьез взяли за его обустройку, потому что случилось так. Если взглянуть на карту того времени, каменец находился просто на юго-восточной околицы Речи Посполитой, прямо на границе с таким государством, как Османская империя. Вы помните такое? Поэтому пришлось город укреплять. Город окружается крепостной стеной. Город окружается. Разрешено было монастырис только вдоль западной линии города, для того, чтобы внешняя стена монастыря дополнительно служила еще одной преградой. Здесь, например, уриня 1924 года, уриняску-доминиканскому монастыря. Руинь все на него оставили. Далее. Вот это. Башни. Башни должны окружать город тоже, но на них нужно денег. Денег решили взять вот откуда. Среди веков было такое понятие, как цех. Вы знаете, объединение мастеров. Вот так вот. Мастера должны были на свои собственные деньги, правда, иногда при поддержке королевского бюджета, так будет точнее сказать, строить вот такие вещи. Рассказывают. С этой стороны толщина здания метр семьдесят, столов два тридцать. С этой стороны окна, с той стороны бойницы. То есть, в мирное время здесь можно мастерам работать, в случае военной опасности, оборонять свое место, где они работают, заодно и город. Таким образом, 18 цехов насчитывалось на территории города, следовательно, 18... Рынок, где торговали продуктами животноводства. Украинский, мясницкий, обжорный, русинский рынок. Это все одно и то же название этого места. Был рынок, где торговали только специями, армянские. Был рынок, где торговали вообще всем. Польский. Соответственно, каждый рынок имел вот такую вот вещь. Въездные ворота. Здесь брали подать за право въезда с товаром. А если ваш товар превышал высоту ватки, подать просто там все увеличилось. Топнуйте, пожалуйста, вниз. Видите, вот рассказывает... Мовая церковь. Может быть, выхали про такие? Да. Итак, 1564-1580 год. Здесь появляется небольшая православная церковь, пушка святых Петра и Павла. В то время не было колокольни вообще. Было только небольшое одноэтажное здание, расположенное, кстати, в частном доме, окруженное, как видите, стеной. То есть, эту церковь вообще ни с какой стороны не было видно. То есть, только для своих. Для тех, кто прожил. Здесь был построен костел Камелита Боссов. Не буду про него рассказывать, потому что не на что показать вам. Конец 19 века. Здесь был сделан один из самых амбициозных проектов. Помните, он что-то рассказывал про Александра Парова, который не мог попасть в церковь нормально? Решено было, чтобы... Впредь, чтобы так, дабы российский император больше не теснился с ртушки, решили на месте польского костела построить огромный, красивейший... Все рассказать про них. Мы находимся в бывшем польском квартале этого города. Он, кстати, выглядел так, как, например, во Львове. Думаю, большинство из вас бывало, правда же? Такой же периметр был здесь. Ратуша, конечно же, по цене. В Римокатолический кафедральный костел святых Петра и Павла. Прежде чем мы туда войдем, история про вот это. Городской архитектор Ян де Витте был в свое время такой каменчанин, который занимался украшением города. Его рук дело вот эта триумфальная арка, которую он соорудил сюда специально на честь приезда последнего польского короля. Его звали Станисов Август Понятовский. Видите надпись? Здесь проходил Станисов Август 11 ноября 1783. Вода, банка прохладная. И что? Наверное, будет холодная. А, она под шапкой. Посмотрите, пожалуйста, вот на этот небольшой особнячок. Действующий женский монастырь, Римокатолит, называется Шулянок Серый. Вот он перед вами. Сейчас он содержит из двух частей этой собственного монастыря. В боку находится, так называемая, миссия. Мы еще ее увидим. Это, куда приезжает он. Кстати, в XIX веке место для совершения макеона. Он тогда-то был аж вот там. Ну, это вот только того, как построили на новом плане. Нет. Прямо разогнать. Включает преграду. Плетляет. Снова доходит. Только уже с другой стороны моста и уходит в сторону. Что же получается? Что этот мост как будто водораздел. То есть, мост, по сути, соединяет правый и правый берег. Мост построен не поперек, а вдоль реки, по сути. Уникально, правда же? То есть, между двумя русами расстояние сколько? Десять метров пять, не знаю, сколько, но... Где-то выкатывали, небольшой разрушительный. То есть, по сути, это не остров. Если быть совсем уже точным, то вот. А теперь посмотрите, пожалуйста, про там кто-то рассказывал и еще не успел рассказывать. Линия монастырей. Помните, я вам говорил, монастырь для обороны? Вот она, уходит в левую сторону. Башня Захаржевского или башня на броде, прикрывавшая дорогу, которая уходила. Помните, где были? Верхние польские ворота. Обещал показать еще один ворота. Для военных и для знати, для самоликов. Всем открытие, здесь не будет запрещен вообще. Кстати, руины укреплений. Ромбель, так называемый, под Сенатом, в 21 руке. Видите, где люди фотографируются? Далее. С правой стороны сохранилась перепастная цена. Он и всем про нее рассказывал. Вот она, уходит вправо. Мама, я пахну! Они имели оборонительную стену, которые уходили на вручную. Пожалуйста, казарную вдалеке видите? 1770 года выполнены по всем правилам фактификационного искусства. Кстати, в советское время камень-садуевские табачные фабрики. На месте казарма ходили. А видите, вот эта, еще раз говорю, русская драма? Она уникальна. Вот почему. Это старый шлюз. Объясняю, в чем его уникальность. Допустим, враг штурмует город и решил штурмовать не с этой стороны, где замок, а с любой другой. Тогда перекрывался шлюз с той стороны, река, естественно, уходит в веток. Здесь уровень падает совсем практически в ноль. Тогда перекрывают шлюз здесь, когда почти не осталось воду. Как только враг штурмует открывает ворота, там вода, конечно же, открывает ворота, затапливается. Это уникальная система. Она уготкина, перекрывается и не больше, чем нет. Она уникальна вообще для всей восточной ворота. И это из-за соляги. Потом делал польский инженер, не архитировал. Польский инженер, не архитировал. Польский инженер, не архитировал. Оля, мороженое хочешь, вон раздают. Приехал. Польский инженер, не архитировал. Польский инженер, не архитировал. Продолжение следует...